Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга и это новости на телеканале Видное ТВ. Сегодня в выпуске вы увидите. Госавтоинспекция дала официальный старт мотосезона. Вы получили дополнительные знания, навыки. Военно-патриотическая игра «Юнармия вперед!» прошла в горках ленинских. Для меня юнармия – это в первую очередь героизм. В сквере «Юность» открылась выставка, посвященная Василию Молокову. Наш земляк, уроженец села Иринское Василий Сергеевич Молоков является первым среди героев. С самого начала специальной военной операции наши бойцы сражаются за мирное небо над головой. Именно таких людей называют героями России. К сожалению, есть и те, кто не вернется домой, но их всегда будут помнить и чтить. Немало жителей Ленинского округа отправились в зону СВО. На сегодняшний день погибшими считаются больше 50 человек. На Видновском кладбище юнормейцы возложили красные гвоздики павшим героям специальной военной операции. Мы чтим память, признательны, низкий поклон родителям. Спасибо за то, что они воспитали таких детей. Вечная им память. На Видновском кладбище будет установлен мемориал памяти бойцам. На площадке подразделения специализированного батальона ДПС дан официальный старт мотосезону. По традиции он проходит под девизом «Мы вместе за безопасность дорожного движения». Вновь наступил теплый сезон. И на дороге Москвы и Подмосковья выехали специализированные батальоны ДПС ГИБДД, которые часто называют просто «Мотабат». Перед торжественным открытием сотрудники мотовзвода посетили заключительные тренировки по самообороне, контраварийную подготовку и отработали навыки по оказанию доврачебной помощи. Ваша задача – зафиксировать эту руку в согнутом положении. Подготовка к мотосезону проходит основательно. Три недели по пять дней сотрудники ДПС посещают занятия и совершенствуют навыки. За время работы нечасто случаются такие виды происшествий, и где-то что-то может человек чисто физически забыть. Как сотрудник полиции, так и гражданский человек, который управляет любым видом транспорта. Поэтому освежать и набираться опыта, несомненно, нужно. В случае нападения вооруженного преступника на сотрудника нужно уметь защитить себя и задержать виновного. Поэтому тщательно отработанные приемы борьбы могут спасти не одну жизнь. В торжественной обстановке руководитель госавтоинспекции Подмосковья Виктор Кузнецов еще раз напомнил о безопасности и поздравил присутствующих с началом мотосезона. Вы получили дополнительные знания, навыки для контроля за дорожным движением. Все свои профессиональные навыки вы будете использовать при принесении службы уже сегодня. Основатель крупнейшего мотосообщества «Ночные волки» Александр Залдостанов также выступил с речью перед участниками события. Он отметил, что традиционное мероприятие является символом патриотизма и взаимного уважения между участниками дорожного движения. И каждый раз мы хотим, чтобы начало лета не было началом нескончаемых бед, несчастных случаев, безмерного горя. Главная задача всех участников движения – свести к минимуму аварийность и травматизм на дорогах. Для этого необходимо соблюдать правила и быть более внимательными друг к другу. Масштабная военно-патриотическая игра «Юна армия вперед» прошла в Горках Ленинских. Мероприятие уже стало традиционным для нашего округа. Муниципалитет в очередной раз принимает на своей земле участников соревнований. Территория музея заповедника Горки Ленинские в шестой раз стала гостеприимной площадкой для проведения молодежной военно-патриотической игры «Юна армия вперед». В ней приняли участие 108 команд из Московской, Брянской и Калужской областей. Также впервые в игре участвовали ребята из Республики Беларусь. Соревнования были посвящены 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Ребят поприветствовали почетные гости. Есть главное то, что вы приобретете сегодня – это умение работать в одном коллективе, в одной команде. Еще раз почувствовать плечо товарища, который на протяжении всей нашей истории, Великой Матушки России, всегда вел нас только к победе. Наш округ был представлен отрядом из Бутовской школы номер 2. Движение «Юна армия» существует в образовательном учреждении с 2017 года. В настоящий момент команда насчитывает около 30 ребят. Привлекаем постоянно новых ребят. Ребята раз в месяц точно выезжают на какие-то соревнования разного уровня. Им это интересно. Все юноармейцы настроены очень серьезно и ответственно. Вероника Сизых учится в девятом классе, а в будущем мечтает стать летчиком-испытателем. Была в кадетском корпусе. Сейчас я нахожусь в юноармии. Бывший командир отряда. Я тренирую детей и ОМОН и СОБР. Юноармейцам предстояло показать навыки командной работы. Смотр строя и песни, марш-бросок, сборка-разборка автомата Калашникова. Также необходимо было проявить себя в знании истории во время интеллектуальной викторины. Для меня юноармия – это в первую очередь героизм, это патриотизм к родине, любовь к родине, готовность стать на защиту своей родины, своей семьи, своих близких. По результатам всех этапов военно-патриотической игры «Юноармия вперед» победу одержала команда из городского округа Подольск. Дмитрий Книга, Татьяна Акимова, Алексей Астафуров, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В Видновской детской школе искусств состоялся ежегодный отчетный концерт воспитанников «Семья – это мы». Ребята порадовали не только зрителей, но и педагогов, которые отдали много сил и энергии для достижения успехов своих учеников. Более подробно расскажет наш корреспондент Юлия Астаферова. В детской школе искусств города Видное окончание каждого учебного года отмечают отчетным концертом, в котором принимают участие разные отделения. В этом году мероприятие прошло в рамках «Года семьи». Большой итоговый отчетный концерт, который называется «Семья – это мы». Эта тема максимально близка каждому из нас, дорога сердцу. И вот сегодня будут представлены различные яркие концертные номера. Мы надеемся, что всем сегодняшнее мероприятие понравится. Открывал мероприятие камерный оркестр «Виола». Ребята исполнили пьесу немецкого композитора Карла Бома, которая называется «Непрерывное движение». Руководитель коллектива Наталья Кроткова сама выбирает произведения для своих учеников. Это достаточно трудная пьеса для солиста-скрипача. Я сделала переложение для оркестра, где участвуют и скрипачи, несколько голосов, и виланчели. И ребята с успехом справляются. Такой концерт – настоящий праздник для участников и гостей. Дети со всей серьезностью к нему готовятся. «Много, во-первых, людей участвует, это тоже сложно. Нужно чисто играть, ритмично и всем совпасть вместе». «Мы очень надеемся на друг друга, мы переживаем за всех. Мы одна большая семья». Воспитанникам школы есть чем гордиться. Более 500 учащихся стали лауреатами областных, всероссийских и международных конкурсов. В стенах школы прошло более 200 мероприятий разного уровня. Кроме того, Видновская школа искусств стала лучшей в рейтинге среди учреждений дополнительного образования Подмосковья. «У нас есть самое большое достояние – это, конечно, органный зал. Детки у нас играют на органе. У нас есть направления такие, как изобретительное искусство, инструментальное, вокально-хоровое, театральное, хореографическое. То есть практически все направления у нас присутствуют». Концерт получился душевным, по-весеннему светлым и радостным. Детская школа искусств дает возможность детям реализовать себя в творчестве. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В сквере «Юность» состоялось торжественное открытие выставки, посвященной герою Советского Союза, полярному летчику Василию Молокову. 53 фотографии рассказывают о жизни авиатора и челюскинской эпопеи, которой в этом году исполняется 90 лет. История о затонувшем пароходе Челюскин стала почти легендой. Участники экспедиции вместе со своим руководителем Отто Шмидтом оказались на льдине без особой надежды выжить в условиях суровой зимы. Помог спасти полярников летчик Василий Молоков. 39 человек он вывез на своем самолете, увеличив число пассажиров, используя подвешенные под плоскостями фанерные парашютные ящики. Нам очень приятно, что наш земляк, уроженец села Ирининская Василий Сергеевич Молоков является первым среди героев, среди семи летчиков полярных, которые участвовали в спасении челюскинской экспедиции. И медаль его, золотая медаль героя Советского Союза, ему вручена под номером 3. Более 50 фотографий, рассказывающие о челюскинской эпопее и других значимых событиях и жизни героя Советского Союза, размещены на четырех стендах сквера «Юность». Большинство материалов представленных на выставке из фонда историко-культурного центра. Также на экспозиции можно познакомиться и с уникальными кадрами из семейного архива Молоковых. Вот эти фотографии, они для меня очень много значат. Это как воспоминания. И спасибо большое, что вот это все было организовано. Фотографии – это фотографии семейные, где как раз Молоков приехал в 1934 году в село Ирининское и встретился со своей семьей, со своими односельчанами. И вот эти фотографии, они из нашего архива. Председатель Координационного совета комитета «Челюскинс» и Владимир Кошлаков рассказал о большой работе, которая проходит в округе, посвященной героям тех событий. На встречах в школах ребятам рассказывают об исторических фактах и героях-земляке. Василий Сергеевич Молоков был самым маститым летчиком среди первых героев. У него из семерки трое учеников, которые его учителем называли. И все к нему обращались очень, скажем так, вежливо и уважительно. Дядя Вася. Уважали его путь, скажем, летчика. Он сам себя сделал, что называется. И во время Великой Отечественной войны его опыт пригодился при сооружении трассы Алсибовской. Познакомиться с экспозицией может любой желающий. Выставка продлится до 25 июня. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Стартовал чемпионат России по мотоболу. В первой игре видновский металлург встретился с командой «Заря» из Краснодарского края. Закончился матч с негостеприимным счетом 13-0. Естественно, в пользу металлурга. О планах видновчан на дальнейшее выступление узнал Максим Козлов. Напутствовать коллег на торжественном открытии чемпионата России по мотоболу приехали представители байкерского движения. Это уже стало доброй традицией. Также с приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Квасникова. Дорогие гости, спортсмены из солнечного Краснодара, позвольте от имени главы Ленинского городского округа передать слова приветствия, пожелать всем в очередном чемпионате России успехов. Стартовавший чемпионат России продлится до конца сентября. В нем примут участие 7 команд, представляющих Краснодарские и Ставропольские регионы, Владимирскую и Московскую области. В первой игре, где встретились видновские металлурки, команда «Заря» из Краснодарского края, хозяева поля не стали, как это водится, прощупывать защиту, искать брешь в обороне противника, а сразу начали атаковать и уже в первые полторы минуты забили сопернику три мяча. Все хотят себя проявить, все те задания, наработанные комбинации, все воплотить в реальность в первой игре, и поэтому бывает небольшая спешка, но пока справляемся. Дальше команда несколько снизила обороты, тем не менее уже к середине матча разрыв между соперниками составлял 7 очков. Впрочем, и спортсмены, и руководство команды «Заря» довольно трезво оценивали свои возможности. У них на этот чемпионат свои планы. «Стараемся пробиться в середину, показать какой-то результат, подогнать молодежь, потому что команда меняется, команда растет, кто-то приходит, кто-то уходит. Поэтому сезон научить молодежь к играм, и непосредственно занять какое-то среднее место. Понятно, что мы не лидеры в этом чемпионате». Итоговый счет 13-0 в пользу «Металлурга». Результат, безусловно, порадовал болельщиков команды, но главные встречи с серьезными соперниками еще впереди, а потому президент клуба Валерий Нефантьев пока весьма осторожен в прогнозах. «Определенная система подготовки сложилась, и мы ее вот уже в последние 20-30 лет не нарушаем. Подготовка шла серьезная, но вот сейчас нельзя говорить, что это первая игра чемпионата, первая игра, и все готовились, и все хотят выиграть. Поэтому, естественно, как сезон сложится, никто предсказать не может». В следующем матче на домашнем стадионе «Металлург» встретится с командой «Кировец» из станицы Полтавской Краснодарского края. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. В рубрике «Афиши» мы расскажем вам о том, как можно провести выходные дни. 28 апреля в 12.00 театр-студия «Атмосфера» приглашает во Дворец культуры «Видное» на спектакль 1941-1945 «Дети, которые знали цену жизни». Вход свободный. Также в субботу в Центральном парке в городе «Видное» пройдет отчетный концерт творческого объединения «Тарантас. Весеннее настроение». Начало в 15.00. 1 мая – открытие теплого сезона. В Расторгуевском парке с 11.00 начнутся мастер-классы и развлекательные программы для детей. Приходите всей семьей. Проведите свои выходные. Интересно. Используй. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова